Всем снова привет! С вами, как всегда, я, Резертиру, и мы продолжаем наше путешествие за Ассасина. И давайте сразу же на него переключимся. Глядите, сэр! Там что-то в воде! И что же там в воде? Потому что я лично не вижу, что там в воде, и даже где это. Но, видимо, они имели в виду подводные места. Итак, давайте посмотрим, что же у нас на карте есть интересного, и разведываем, скорее всего, эти интересные места. Ну, на САУ мне определенно не хочется поплавать, а вот... Сходить. Где у нас там? Да не фрагмент мне нужен, ё-моё. Так. Нормально, можно спокойно вот этот форт к чертям разрушить. Ближайшее, в принципе, место вот здесь. Так же, давайте. Как я уже говорил, я собираюсь как можно больше заработать на данный момент денег. Ну и плюс... Ко всему нам нужно, как вы помните... Так, вот, кстати, может... Да, я думаю... Есть некоторый смысл вот эти корабли сейчас расхреначить. В первую очередь нам надо бы расфигачить вон тут корабль. Я думаю... Мы что-нибудь придумаем. Готовы палить? Зам! Там у него уязвимое место, сэр! Только дайте знак! Опа! Покрупнее, чем я думал. Бли! Мы слишком близко, отходим! Итак... Бли! Сэр! Вот сейчас придется прилечь. Так... Вроде прошло нормально, они нас даже почти не покоцали. Бли! Спустит брамзеля и бомбрамзеля! У меня такое ощущение, что это пиратский у меня корабль. Вот, ну, как я сказал, я не хочу захватывать. Я буду получать полдобычи, но быстрого способа. Потому что у нас, как вы видите, корабль все еще целый. Лиселя отдать, вперед! Но при этом... Паруса отдать к ветру! У нас есть заработка с корабля. Не знаю сколько, сейчас увидим. Держи, жилье! А, до 100-33 к ветру! 25 древесины, 45 тканей. Погнал я неплохо, я бы сказал. Кстати, вот что на этом корабле? Ром с Аху, тяжелый медиатр и все такое. Окей, ну, корабль довольно мощный. Впрочем, вот еще и испанский кораблик. Давайте по нему тоже подьнем. Все равно посмотрим, что здесь все представляет. Сэм, с правой крепления! Так, вот теперь надо поаккуратнее постараться в мелкий корабль впоследствии взять на абордаж, потому что я не думаю, что большой, но у меня больше одной процентной составляющей корабля. Так, вот сейчас, если они стреляют, начнут ложись. О! Отлично! Плюс нам помогают английский галлеон. Точнее, не галлеон, но это... Ну, вы поняли, о чем я. Нам помогают англичане с испанцами, если я правильно понимаю. Вот, но англичане-то думают, что все хорошо, а я злой человек. Они уязвимы здесь, надо бить! Плохо дело! Похоже, что это! Королевский флот! Только один! Разобьете корабль, канвайк? Блин! Жду приказаний! Спрятались, спрятались, да? Молодцы какие! Смотри! Опа! Подходящая дистанция! На! На, е-мое! Бой, он готов! Сал! Когда я вообще узнал про вот такую... Так. Вот там вот охотник, но он слабый, уваженная София. Мне главное до трех не добрать. Там уже будет сложнее. Вот, но английский корабль думал, что... Забираем с него добычу. Забираем с него добычу. Ручка готова! И есть такая возможность. Короче, салф нам поможет! Раз, два, поехали! Сверху! Они уязвимы здесь! Надо бить! Идем на абордаж! Спустите паруса! Лобим ветер! Итак, сейчас еще быстренько долбанем. Вот поэтому надо добычу. Холодные водички! Все паруса отдать! Мы истолкнемся, сэр! Наконецая дистанция! Риди, Марселя и Брамселя! Итак, все круто. Мы быстренько выполняем свои припасы и прочее. Сейчас еще... А хотя у нас, смотрите, полное здоровье корабля. То есть мы можем даже... Все паруса! Не забивать себе голову на тему завоевания корабля. Давайте сейчас приляжем с командой и вряжемся в корабль. Вот, отлично! Понемножку зарабатываем. Ну, а наша задача вперед продвинуться. Тем более, что, скажем, совсем впереди, вот здесь вот, у нас есть новое задание. А вот здесь вот, видимо, я так понимаю, раз... Ну, короче, смотрите, в чем тема. Я так понял, что вот здесь вот и вот здесь вот есть корабли. Соответственно, по логике вещей, да, вот здесь и вот здесь тоже, видимо, будут корабли. Ну, легендарные в смысле. Но убить я их смогу только тогда, когда мой корабль будет более мощный. Не ранен. А вот, поэтому нам надо как-то все... О, смотрите, бой только что прошел. Сейчас там на бордаж корабль будет браться, да? Вот сюда, да. Бриг английский. Нет, фреган, бриг. Стоп, откуда его атакуют? Что-то вот это вот тоже непонятный такой момент сейчас был. То есть, получается, английский фрегат атаковал бриг или наоборот. И причем, да, странная хрень, но в любом случае нам достанутся припасы. Нет, нам припасы не достались там, а хотя нет, вон там есть вроде они. Не знаю, что-то он затонул, затонул, припасы на карте бедны были. А, вот, все, исчезли. Странный, короче. Ладно, посмотрим, кстати, что там корабли. 53, 8, 9, 10 тканей. Это круто, но мне не надо. Так, а сколько у нас, кстати, 15 ядер? Вообще супер. Так, а этих одно. Ага, вот нам тяжелые ядра нужны. Ну или не тяжелые, как они там называются. Мортирные, в общем. Так, ну мелкие корабли для меня уже не страшны. Я могу даже спокойно вступать в битву с фортом. И при этом... При этом веселиться, забивая на мелкие корабли. Кстати, помнится вот именно на этом форте. Он был один из первых, которые я заметил. И если помните, в прошлый раз он мне навалял таких люлей. Там еще, по-моему, крутилось вокруг него... Ураганы. Удачная позиция! Бум. Давайте. Минус кружки. Хороший замк нам поможет! Готовы, шум! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Осторожнее, Эзор. Ну да, но главное не удопить корабль. Потому что я очень не хотел удопить корабль. Они уязвимы здесь, надо бить! Не-не-не, я не спятил, всё в кейнч, а? Хороший залп нам поможет! Так, ещё. Следующий, давай! Блин, меня ещё атакуют соседние корабли, вот это уже, конечно, напрягает. Но там довольно слабые корабли, давайте мы их лотопим к чертям. Ну слабые не слабые, но они нас тоже дамажат. Так, а тем временем нас ещё и с острова дамажат. Пытаемся, пытаемся просто пройтись. Так. Добьём, добьём! Итак, следующий для башни. Хороший залп нам поможет! Довольно далеко теперь можем целиться. Это круто! Итак, что там осталось? Последняя башня, она вот находится в 300 метрах впереди. Нам бы в идеале восстановить здоровье, но, я думаю, мы справимся. Крайне вернее на это, надеюсь. И так... Они нас видят, всё, кроме ротов! Ой, щас долбанёк! Приготовиться! Спустить бомб Бранселя и Марселя! Так! И ещё, ну! Блин! Нас задели! Блин! Сейчас будет зал! Зал! Хороший! Ну, при этом, на этот раз я потерял на этом форте. Возьми водички! Одну часть всей жизни! И в щепке! И форт раздолбан. Осталось его захлодить. Это будет форт, по идее... Не знаю, там, второго или третьего уровня. Команду свою я почти не потерял. Но, тем не менее. Давайте сейчас установим своё, так сказать, здоровье. За счёт вот этого корабля. Тащи их сюда! А вот у нас два задания дополнительных. Давайте же их восполнять. Минус раз. Ну и минус свой. Не пускай их сюда! Вот. Ну, в целом заплатился и сделал всё отлично. Там, по идее, есть должность. Всё равно дать будет пару человек. Поэтому... Всё окей в этом плане. Итак, что же сделать нам с кораблём? Ну, как я уже сказал, починить галку. Известность нам снижать, думаю, пока не надо. Ну, кстати, ткани и сахар довольно много. Вот. Тем более, что сахар с ромом мы можем продавать. Так что это круто. Вот. Достигнута известность второго уровня. И чисто в теории где-то сейчас за нами... Вот. Вот про что я и говорил. То есть был момент, когда вокруг вот этого вот форта... В общем, вокруг него крутился ураган. И было очень проблематично. Потому что меня то ураган долбал, то меня... Так сказать... Разбивали пушки. И пушки били довольно сильно. То есть у меня было примерно столько же здоровья, сколько у меня сейчас... На последней, да, вот. Так, а почему... У меня вопрос. Почему меня корабль не причалил? А, вот. Потому что я нажал за место причалить, отпустить штурвал. Ну, то есть чуть раньше нажал. Видимо, поэтому он не причалил. Ну ладно, ничего страшного. Давайте мы просто спрыгнем. И побежим уже на захват этого гребаного форта. Так. Что же нас ждет, друзья мои? Нас ждет убийство трех офицеров. Это неплохо, неплохо я вам скажу. Но здесь есть такие вот страшные люди. Что просто ужас какой-то. Я опять не готов к их убийству. Почему-то он у меня сегодня ведет себя очень плохо. Плохо. Вообще это не о том, что я нажал кучу ненужных клавиш. Ну давай нападай. Так. Что у нас далее? Нам нужно как-то забраться вот сюда. Обязательно в порядке. Потому что, ну я не знаю. Я пробую сразу в форте вот эти все задания выполнять. Так. Фрагмент взят. Здесь на крыше есть один дуралей. Убьем сначала его, а потом мы убьем вот его. Отлично. Сделали мы это довольно быстро. Классно. Так. Давайте дальше. Офицеров уже трое. Нам же нужно... О-ой-ой. Ты, ты откуда? Ты меня не видел, чувак. Все окей. Ой. Вот такого я конечно не ожидал. Так он пытался схватиться за что-то, но... Умер. Так. Ладно. Давайте поможем одному из наших. Помним то, что эти капитаны очень опасны и надо сражаться с ними только отражая атаку. Потому что любую вашу атаку или любой ваш пинок, они могут как бы... Не то чтобы отразить, а скорее я бы сказал просто... Дать вам пинка и вы забьете. Фух. Так. Надо как-то поаккуратнее. Надо как-то поаккуратнее. Надо как-то поаккуратнее. Ну так как навряд ли он вот здесь, я думаю, что он все же вот так. Да. Я был прав. Так. Где же следующий сундук? Он должен быть где-то вон так. Неужто на башне. Да. Видимо сундук на башне. Нам надо будет его забирать. Ну залезай тоже. Вот. И мы подведем, посмотрим. Классно кстати. Красиво. Во время дождя прям вообще великолепная. Графика, подражения, все это прям вот тоже супер. Классно. Я вот на самом деле даже не видел куда я лечу, честное слово. Кринал. Кринал. Но нам надо вот сюда вот. Поэтому все круто. Давайте даже прыгнем еще раз. Крышки Веры мне еще с первого ассо сильно понравились. Это круто, это классно. Великолепно. Так, что же мы будем с ним делать? Давайте как и всех остальных просто убьем. Кстати, если я где-то ошибаюсь с флагами, прошу меня за это простить, но всякое может быть. Я не могу знать всех флагов, но я точно знаю английские флаги. А вот желто-коричневый какой-то это по идее все-таки Испания. Испанский флаг. Вот, да. Я кстати был прав, что тут легендарный корабль один из. Это круто. Так, что мы будем делать следующее? Следующее, следующее, следующее. Сложно. 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 Нормально. Мы еще можем вот этот форт захватить. Правда, стоит ли его захватывать? Вот это уже вопрос. Так, давайте пойдем в первую очередь сейчас мимо задания будет проходить. Зайдем руины Каба и вот потом в основное задание. Как вы помните, кстати, в прошлой серии у меня была маленькая проблема. Приятел. Хочешь залечь на дно? Да, уже залег. Так вот, у меня была маленькая проблема. Что-то, которое я могу помочь тебе? Да, ты можешь мне кое с чем помочь. А ты мне можешь попробовать улучшить корабль. И так. Мне нужно 500 металла, чтобы улучшить наши орудия. Это печально. Ну, мощность к ним пили, конечно, можно улучшить, но, на мой взгляд, они все-таки более бесполезны, нежели эти ядры по попаданию на значительный урон с небольшого расстояния. Вот у меня, ну так как я теперь узнал о данных ядрах, вот есть желание все-таки их улучшить. Вот. Отсеки для тяжелых ядер. Подтвердить. Обязательно теперь покупаем. Я понял всю соль этих, так сказать, ядер. Можно, в принципе, мы еще укладываемся в мортирные ядра. Тоже их купить. Отсеки для сжигательных снарядов ими я почти не пользуюсь. Отсеки для экипажа можно, но особого смысла не вижу. Давайте попробуем, знаете что? Давайте все-таки улучшим тяжелые ядра. Следующие тяжелые ядра сколько стоят? О, 25 тысяч, емое. Это особые тяжелые ядра. Эти ядра попадания наносят сокрушительный урон с небольшого расстояния. Также одно перезаряжание позволит делать два выстрела. Ох ты ж, круто. То есть мы можем сразу... Ну да, это круто. Так, для мортирных ядер. Ну, в принципе, у нас хватает, но... Я вот даже не знаю, может купить экипаж лучше. Или мощность... Давайте мощность гарпуната, как мы периодически охотимся. Так же броню шлюпки. Ну, это я чисто для себя так, ребят, знаете, просто... Ну вот, на отсеке нам уже не хватает. А вот на броню еще одну для шлюпки хватает. В общем, там еще и отсек для карпунов. Так, сколько? 1800. Да, мы можем купить и то, и то сразу. Как вы помните, я не хотел особо тратиться на все это добро. Но сейчас я подумал, что у меня в меню написано, что я прошел там довольно много из игры. И, скорее всего, мне просто уже надо полностью увеличивать свой корабль, как только возможно. Ну вот. И уже что-то с этим добром делать. Так, давайте вот посмотрим. Мы можем овно купить феникса. В принципе, русалку. Ох ты ж, классно. Каргуль, я вот хочу... Наверное, такую усе куплю. Давайте посмотрим, что там еще есть. Я понимаю, что это тоже трата времени. Кстати, вот... За это удается за прохождение испытаний сообщества. Так. Так. Пока ничего интересного. Ну, вообще какие-то, как это... Как одеяло, е-мое. Просто с ромбами. Не знаю, блин, выглядят как-то странно. Золотые пороса. Они синего цвета. Золотые эмблемы на них. То есть... Всех морских контрактов. Угу. Носовая фигура Галки. Некогда украшавшая корабль Эдварда Кэна. Угу. Носовая фигура черного корабля. Это носовая фигура некогда украшавшая черный корабль. А, и то есть... Мы все это дело... Можем... Ага. Так. Уилкинсон. Корабль смерти. Кракен. Ну, кстати, на Кракена не похоже. Ну, да ладно. Особый штурвал. Штурвал Кракена. Белые бруса. Вместе королева Анны. Королевской удачи. Парусам Бенджамина. Аквилы. Черного корабля. Элитные паруса. Парусу Альтаира. Этсо. С черным черепом. Кровавые паруса. Паруса корабля смерти. И с Кракеном. Я вот думаю, наверное, поставить вот... Вот эти вот паруса. Хотя я помню то, что я обещал, что я не буду их ставить. Но пасик. Все равно у меня... В лицензии все это добро куплено. Так что... Можно поставить. Хотя это не честно, конечно, будет. В ней-то почему-то с днеца какого-то напоминает. Давайте поставим его. Это круто, на мой взгляд, будет выглядеть. Так, боеприпасы. Давайте заполнить. Подтвердить. Мортирные ядра тоже заполнить. Подтвердить. Десять мортирных ядер за место пяти обычных. А нет, видите, нам не хватает. Ну, в принципе, мортирными ядрами я особо не пользуюсь. Так что... Все круто. А! Точно. Чуть-чуть-чуть. Какие морские контракты? Чувак, ты о чем? Ты о чем? Продать. Продажа грузов. У нас есть ром. С сахаром. Которые нам не нужны. Не, ну я, конечно, понимаю, какие пираты без рома, но... Нам они, в принципе, не нужны. И вот в этом случае тогда... Боеприпасы можно все-таки дозакупить. Так, стоп. У меня же только что не полные были. Ну и ладно. Итого у нас все в порядке. Мы избавились от преследования. И слегка у... Моряк, ты че лежишь тут, разлегся, пройти мне не даешь. Причем Эдвард в нем так заблудился. И так, как я и сказал, мы будем проходить мимо форта и его завоюем и пойдем уже на задание вот сюда. Давайте. Развернемся. Я доплыву до задания и на этом серия закончится. Следующий начнется сразу задание, скорее всего. Это будет сделать логично, на мой взгляд. И будет вот так вот круто. Вот, жалко, кстати, наши ребята не восстанавливают форт. Но я думаю, что... Навряд ли на него кто-то сунется. Тем более знают, что он уже пиратский. И там куча пиратов и все такое. А вот. По пути нас ждет еще... Одно задание. Как вы помните. Я сказал, что вначале выполню его. Кстати, вот эту песенку я еще и не слышал. И так, вон, в общем, это место. Это подводная опять рыбалка в каком-то случае. В каком-то смысле. Только... За место рыбы мы находим... Там под водой на дне что-то есть, сэр! Сокровище. А вот, давайте остановимся. Причаливаем. И начинаем это задание. А еще как-то странно. Нас давно в офис не вызывали. Так, здесь опять акулы. И так. Первое, куда нам надо, это выплыть вниз. И проплыть в ту сторону. Вон туда. Отлично. Первый сундук из восьми. Мы добыли. Там есть еще скаты, например. Люблю скатов, они классные. И так. Надо быть аккуратным. Так. Как минимум, по той причине, что в этих водах, помимо нелюбимых нам акул, могут водиться еще и довольно неприятные существа в виде мурен. Ну, как они там, по-другому называются. В любом случае, вы, по идее, поняли, о чем я и о куме. Вот она. Ну, это не мурена, конечно. Но суть примерно понятна. Так, нам в итоге вот сюда, и это проблематично, потому что я закосячил и не увидел вот здесь сундука. Собственно говоря, вам сначала советую зайти вот сюда. Ох ты ж мать, опять ты падла. Вот она. Она нас покусала. Кстати, довольно сильно покусала что-то. Так, а где же у нас здесь секрет? Видимо, он находится наверху. Давайте мы туда сплаваем. Да, он действительно наверху находится. Вопрос в том, где именно наверху. Так, акула там плыла, но она все еще нас может достать. Тем временем, как я уже сказал, у нас заканчивается потихоньку воздух. Чтобы он у нас не закончился окончательно, нам нужно опять вернуться к нашему колоколу. Как мы видим, мы не очень быстро плаваем. В том случае, если у нас мало воздуха. Итак, мы снова выплываем вниз. Акула нас пока не видит. И давайте посмотрим, как лучше нам пройти. Сначала вот до этого, потом вот сюда. И в идеале сделать это по верху. Вот. Но мне еще нужно проследовать вот сюда вот. Там уже где-то выплать. Давайте попробуем это сделать. Почему сделать это таким макаром, чтобы при этом постараться не попадаться акулам? Ну, например, вот так. Хотя многие акулы, я думаю, в воде вполне себе замечают. И то, что вот у нас сейчас показывается, это вполне себе бред. То есть, на самом-то деле, акулы не настолько тупые. Шевелящиеся ноги уж точно в воде заметят, на мой взгляд. Так. Вот здесь вот надо как-то поаккуратней все это дело сделать. Ой-ой-ой. Я чувствую, у меня маленький... Ой-ой-ой-ой. Не успеваю иногда контролировать движение Эндварда в воде. Язычок, в принципе, получаю люлее от вот этих шубов. Так. Следующее движение. Нам нужно взять воздух. Заодно спрятаться от акулы. Пока она проплывает над нами. Так. И потихоньку-потихоньку проплыть вот здесь вот. Сныкались. Выплываем. И сразу плывем вниз. Ах ты ж падла тупая. Ненавижу акул. С ними довольно сложно. Особенно вот с этой сейчас было сложно. И так, давайте немного поаккуратней попробуем. Второе, благо, здесь устанавливается. Можем еще в кустах поплавать. Все. Так. Вот здесь есть еще один сундук. Теперь далее. Ладно, не важно. Уже не важно. Мы сейчас попытаемся заплыть раньше, чем... У нас заметит акула, зараза. Ага, ага, ага. Вон еще одна мурена. Или как они там? Угри. И почему-то они их угрями называют, но по-моему это муренами. Насколько я знаю. Хотя, вы сто процентов мне напишите в комментариях, если я не прав. Так что, полагаюсь на ваше знание, ребята. О-о-о-о. Не-не-не-не-не-не. Ишь ты. Так, вот там выход. О, отлично, там выход есть. Мы можем совершить рывок в каком-то смысле. Хотя, блин, это проблематично будет. Что здесь с травой не так? Просто пытаюсь это понять. То ли здесь какое-то странное течение, то ли... Просто трава сходит с ума. Ладно, поплыли дальше. Видимо, трава сходит с ума. Или это просто... Или это просто проблемы с нелицензионной версией, как всегда. Но проверять на лицензии мне реально падло. Тем более, что она еще... Толком не установлена даже. И так... Нам еще сейчас предстоит обратную путь. А мы все сделали. Это круто. Так, потешали. Поплыли дальше. Хотя, на самом деле, я думаю, то что в этих бочках, по идее, вполне много воздуха. И то, что они вот прям с первого такого раза... Раз, типа, подышал и все. Больше, немножко. Я думаю, на самом деле, это неправильно. Потому что там, скорее всего, все-таки больше будет. Какой сейчас поток-то был прям. Нас чуть не унесло вот в стену. Благо, он закончился вовремя. Хотя, до этого мы проплыли вперед. То есть, нормально. В ту сторону. Вот обратно уже хуже. Так, в общем, я не понимаю, что с этими растениями не так. Хе-хе-хе. Должно ли все это быть именно вот так, как это выглядит. Впрочем, не важно. Реально, для меня это уже не важно. Мне главное сейчас вот от той акулы, которая вот там вот сверху смотать. Потому что от той, которая снизу, это... Ну, она меня не догонит. А вот та, которая сверху, та уже может. Вот. Ну, я смотался от обеих. И я возвращаюсь на корабль, добыв все возможное в этом месте. Как-то вот так вот. Все классно. Мы снова добыли. Снова очутились у места. Глядите, сэр! Там что-то в воде! А вместо подводных изысканий... Вдалеке видим неплохие два корабля, которые надо бы, в принципе, побить. Но я этим пока заниматься не буду. Также здесь еще один есть. Ром Сахар. Тоже классно. И там какая-то странная хиня. Вообще, нас сейчас окружает довольно много классных кораблей. Которые следовало бы навестить. Вот. Ну, ладно. С вами был, ребята, как всегда, Дезертир. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok